Мне кажется, что юмор — это игра ассоциаций. Вот играем мы с вами всё время разными неожиданными ассоциациями. Мы юмором разбиваем первоначальный смысл привычный, входим во второй, и там во втором смысле чаще всего сермяга вопроса, который нас радует. Что-то умное сказал, сам даже не понял, что. Асфальт. Это временное покрытие перед земляными работами. Есть там что-то, да? Танец — это вертикальное исполнение горизонтальных желаний. Утренний макияж — это восстановление лица по черепу. Налоговый полицейский — это такой человек, который всегда приходит на выручку. Казанова — это перевёрнутый вверх ногами Буратино. Наркоз — это средство защиты хирурга от советов пациента во время операции. Родственники — это группа лиц, собирающихся периодически вкусно поесть по случаю изменения их количества. Рассол — это напиток завтрашнего дня. Алкоголик — это человек, который точно знает, чего он хочет. Собака — это инструмент собаковода, с помощью которого он гадит на детской площадке. Жадина говядина — корова, которая не даёт молока. Медикамент — милиционер, работающий в метовотрезвителе. Безалкогольное пиво — это первый шаг к резиновой женщине. Му-му — это блошинный титаник. Главбух — главный алкаш. Выкидыш — парашютист. Марихуана. Мария Ивановна по-испански. Лицемерие — это когда говоришь, что покупаешь ливерную колбасу для собаки, а сам при этом облизываешься. Жабо — это тёща в зелёном брючном костюме. Всё время хочется заставить слово работать по-другому. Семеро одного козлят. Козлят в данном случае глагол. Пионерка. Всем ребятам примерка. Или вот автомобиль АК. Это зародыш джипа. Или выкидыш КамАЗа. Конечно, правильно ассоциировать учит нас народная мудрость. Но я не буду цитировать народную мудрость. А вот пародию на народную мудрость с удовольствием. Не всё, что торчит из воды — лебедь. Кто последний, тот и папа. Вот хорошая народная примета. Если ласточка летит хвостом вперёд, это к выплате зарплаты. Иногда даже запятая может привнести юмор. Вот не поставь её там, ничего не будет. Вот сейчас газеты пестрят объявлениями. Сниму порчу, сниму порчу. Я взял запятую и поставил. Сниму, запятая, порчу. Знаменитая, потрясающая пушкинская фраза. Унылая пора. Я паразит запятую поставил. Унылая пора. А бывает у людей неправильная ассоциация. То есть скажет человек что-то неправильное. Иногда, не всегда, конечно. Иногда получается смешно. Вот очень ироничная фраза, безусловно, построена на неправильной ассоциации. И спать охота, и родину жалко. Ещё ироничнее. Ой, не ту страну назвали Гондурасом. Я всю жизнь учусь чувствовать слово. У нас очень богатый язык, это вообще известно. Очень много он таит возможностей, и в том числе для юмора. И не случайно юмор у нас один из самых богатых в мире. Мы просто не ценим его, потому что, ну, многое своё мы не ценим. Юмор у нас действительно многокрасочный. Иногда вот даже разобьёшь слово, и получается смешно. Клар нет. Объявление в публичном доме. Бародавка. Давка возле бара. Подсветка. Светка заглянула. Огонь, вода и медные трубы. Рецепт самогона. Звездопад. Алла Пугачёва споткнулась на сцене. Оранжевый солнце, оранжевое небо, оранжевая мама, оранжевая я. Эпидемия гепатита. Арамис, победительница армянского конкурса красоты. Недосуг, старый кобель. А вот как вы думаете, кто такой нудист? Нудист — это человек, который ходит по пляжу и нудит. Где мои одежды? Где мои одежды? Мне иногда слова снятся, слова в других значениях. И я начинаю во сне хохотать. И мне ужасно хочется во сне, главное, запомнить эти слова, для того, чтобы потом проснуться и отдать их людям. Я хочу во сне, а те, кто это видит, видимо, думают, что я ненормальный. Ну, они правы, конечно, ненормальный. Ну, что понеслись, сказали две курицы и поднатужились. Купание красного коня, а Зюганов на курорте. Туфли на платформе. Всё, что осталось от Анны Карениной. А бывают такие сюжетные фразы. В одной фразе идёт сюжет. И вот для того, чтобы в конце получилось смешно, нужно по логике куда-нибудь свернуть. Влево, вправо, назад, куда угодно. Но обязательно свернуть. Я люблю, когда этот поворот делается на самом последнем слове, чтобы до последнего момента слушатель не понимал, о чём идёт речь. И вот она, неожиданность, и вот смешно. И желательно, чтобы сама фраза была короткой. Ну, краткость, сами знаете, чья сестра. Вот идеальная фраза, всего пять слов. И снесла курочка деду бошку. Однажды мальчик с пальчиком ковырялся в носу и застрял. Чупчи играли в жмурки и потерялись. Блин, сказал слон, наступив на колобка. Официант, шо за дерьмо вы мне принесли? Да ещё так мало. Свет мой зеркальце. Заткнись. Одна говорит, люблю, когда муж рядом. Рядом, я сказала. Три дня, три ночи скакал Иван Царевич, пока скакалку не отобрали им. Белорусские партизаны смазывали рельсы солидолом. После чего фашистские эшелоны с продовольствием останавливались только во Владивостоке. Это из такой легенды. Когда клеишь обои, главное, чтоб пузырей не было. А то вот взяли мы как-то два пузыря. У меня жена дома сидит, пироги печёт. Целый день печёт пироги. Прихожу с работы, печёт. Ухожу, печёт. И ведь кто-то жрёт эти пироги. У вас прекрасное чувство юмора, с чем вас и поздравляю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!